Всем привет, дорогие друзья, с вами GamePack, и это обзор модификации на GTA San Andreas выпуск 2. Сегодня мы рассмотрим обновление 1.1 для Mission Maker. Сразу отвечу на вопрос, почему так поздно, ведь обновление-то вышло 21-го числа, а уже 26-го, то есть спустя целых 5 дней. Всё дело в том, что моим наушникам пришла хана, как я это говорил в предыдущем видео, это был первый выпуск обзора. Ну, то есть мы обозревали первую версию модификации. Вот. И мои наушники пришла хана, соответственно, снимать без них, вы понимаете, это так себе. В итоге я себе за 5000 на день рождения прикупил мышку от Буди, коврик от Буди, микрофон студийный, через который я с вами сейчас говорю. Конечно, звук-то будет обработанный, это понятно. Конечно, микрофон от Rust и наушники от АКГ. Помню компанию, но они очень хорошие, в принципе, и мне нравятся. Сегодня мы попробуем с ними поснимать. А вы уже скажете, делайте мне или нет. Что, давайте начнём обзор обновления. И начнём мы с одной из важных функций. Да, как вы видите, тема у нас другая, но про это позже. Давайте мы удалим нашу тестовую миссию. Теперь, как бы, при вводе текста, текст больше не должен выползать за синюю полосу, но он у меня выползает. И теперь мы можем стирать каждую клавишу отдельно. Это очень хорошо. Давайте напишем тест номер один. Отвердить, описания нет, автора нет, концовка нет. Так, теперь. Теперь, когда мы создаём актёра, а именно выбираем ему addon-module, мы больше не можем вводить на английском. То есть, я сейчас переключаю, а я не могу. И не могу больше 8 символов посчитать. Давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, ну ещё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всё, больше не могу. Также, теперь, в меню запуска был добавлен раздел цвет темы. Тема, которая на данный момент пока присутствует. Это тёмная, красная, зелёная, синяя, стиль Vice City, то есть розовенькая такая, коричневая, жёлтая, светлая и стиль GTA 3. Мне больше нравится, это третий, GTA 3 стиль. Также, давайте сразу поговорим. Теперь у нас есть выбор между языком, то есть или русский, или английский. Также, при создании транспорта мы можем теперь, как видите, вертеть камерой. Да, это очень полезная функция. Название миссий и раздела теперь имеют другой шрифт. То есть, как вы видите, шрифт другой, абсолютно. Можете сравнить с предыдущим видео. Теперь, исправленное зарисание камеры при её отмене. А именно, в настройках игрока, вот и, с целью установка камеры. Вот я её отменяю, и она возвращается ко мне обратно. Переделан на световую палитру текста. Ну, переделан на переделы. Теперь, раздел обезлижить игрока, перенесён в раздел, ну, опции, точнее. Обезлижить игрока, перенесена в раздел настройки игрока. Вот она. То есть, я могу обезлижить нас во время кат-цены. В раздел меню цели добавлен пункт «Чёрные полосы». Но я их не вижу, к сожалению. Они, скорее всего, в диалоге. При постановке плавной камеры, вот теперь мы можем поставить время, за сколько она будет прилетать на свою позицию. Также, в действиях с транспортом был добавлен пункт «Следование за актером». То есть, транспорт сам, без водителя, будет следовать за каким-то актёром. В действиях над актёром добавлен пункт «На стрельбу из окна». То есть, теперь актёр может стрелять прямо из автомобиля. В действиях над актёром добавлен пункт «На закрепление актёра на машине». То есть, актёр будет стоять там в багажнике машины, например, на каком-нибудь пикапе, и отстреливаться. Вот. Также, была исправлена неисправность, запускающая другую миссию, а не которая запущена. Я с этим багом не встречался, поэтому не знаю. Также, теперь при создании сферы можно указать её тип. То есть, в меню целей на маркер можно выбрать тип. Есть финиш, есть, наверное, высокая, и кольцо. Да. Теперь, при создании машины, если её затюнировать, то тюнинг сохранится. Подкорректирована громкость музыки. Так, напоминаю, громкость музыки зависит от того, какова громкость радио у вас в игре. Теперь, можно полностью, так сказать, вжиться в роль скина, который на вас надет. Помимо озвучки, присутствует и анимация передвижения. То есть, например, если у нас будет скин Гроудса, то у нас будет озвучка его и анимация гэнкс, так сказать. Также, при редактировании миссии у игрока теперь бесконечный бег. Добавлены звуки боли для игрока, если у него попадают. Теперь, также, добавили 12 новых слотов по аниме и сию, и исправили другие недочёты и исправности. Вот такое вот у нас получилось обновление, в течение разработчиков получилось обновление. И на этом у нас всё, ребята, да. Такой вот короткий видосик получился. Ну, просто больше не что можно сказать. Ребята, с вами был Геймбэк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно рассказывайте обо мне друзьям, если вам понравилось. И вы хотите продолжения. Да. Всем до новых встреч и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова